Первый тип, четыре всего типа людей. И там в каждом типе есть развернутые разные варианты предназначений. В каждом типе много предназначений, но в целом четыре типа. Первый тип — это люди, у которых центр знания, фонарик вот этот вот горит на полную катушку. Вот отсюда знание, основа его жизни. И он считает, что знание спасет людей. Людям не хватает только знания, такой человек считает. И поэтому он всю жизнь пытается постичь знание сам. Он постигает его и дает другим, постигает и дает другим. И вот цель жизни — знание такого человека. То есть на первом месте стоит знание его жизни, наполовину раскрытый светофорчик в сердце, и самосохранение таких людей не интересует. Они обычно отшибленные. То есть у них как бы деньгами не интересуются, работают до потери пульса. То есть их надо из больницы вытаскивать там, если это врач, допустим. Ну то есть такие люди вообще собой не интересуются, они такие как бы. Вот. То есть знание спасет людей. То есть я люблю людей почему? Потому что хочу давать им знания. То есть этот светофорчик наполовину раскрыт, желание подарить что-то людям. Вот здесь находится, любить людей с помощью знания. То есть я хочу давать людям знания. Это первая категория людей. Они, какой разворот предназначений может быть? Какие предназначения? Ну допустим, человек ученый, тренер, преподаватель, педагог, священник, юрист. В любой специальности человек, который понимает, как происходят процессы разные. Ну допустим, есть, допустим, даже в деятельности есть люди, которые разрабатывают концепцию бизнеса. Есть люди, которые разрабатывают сайт. Есть люди, которые что-то пытаются разобраться во всем и показать, как это работает. Рационализаторы всякие там. Люди, которые глубоко понимают процессы и всем или просто их внедряют эти процессы, или других обучают, как это надо делать правильно. Это первая категория людей. Какие виды характера, какие черты характера эти люди имеют? Самая главная черта характера — принципиальность. Они стремятся к честности, они принципиальны по природе эти люди. Они не любят... У них воля направлена на достижение истины. Они хотят во всем разобраться. Они стараются никого не диспотировать, не угнетать. То есть они правду матку как бы на демонстрацию обычно не выходят. И в детском возрасте бурными такими спортивными играми не занимаются. Из персонажей мультиков, допустим, «Незнайка на луне» — это «Знайка» в очках такой деловой. Говорит, это правильно, это неправильно, так вот надо, так нельзя. Вот у него такая мальвина в Буратино, допустим, тоже. Как бы всех воспитывает, обучает, там ходит, что вот это так, вот это сяк. Это вот первая категория людей. То есть ребёнок такой категории обычно в детстве не склонен к бурным играм. Он всегда спрашивает всех, хочет узнать, как правильно. Вот, а это правильно, а это правильно, а это вот так. Почемучка. То есть он много вопросов задаёт, а это почему. А это он во всём пытается разобраться. Иногда прямо видишь ярко выраженное проявление вот этой первой категории. Я разок на самолёт сел. Маленький мальчик, пять лет, сел с мамой вместе на сиденье рядом со мной. Он посмотрел в окно, говорит, «Мама, почему у прошлого самолёта винт был снаружи, а у этого запрятан внутрь? В чём техническое различие?» Пять лет ребёнка вообще, представляю. Она ему начала рассказывать. Это турбинный самолёт, там был лопастной. Это зависит от движения воздушных потоков. Там воздушные потоки идут внутрь, как бы, турбины, и за счёт этого идёт движение. А как бы у того самолёта просто воздушные потоки стелятся вдоль самого самолёта. Поэтому даже форма самолётов отличается. Я много узнал, кстати. Сидел рядом. Маленький мальчик сидел такой, слушал. Начал потом задавать уточняющие вопросы. И так далее. Ну всё, разобрался в этом, потом успокоился. Говорит, хорошо, я понял. Пять лет вообще. Это классический пример, что разум уже включен в таком детском возрасте, направленный на его развитие личности. Почему он включен, я сейчас объясню. Потому что есть разные системы воспитания. Есть системы воспитания направлены на развитие ума. Ну и люди такие зашоренные получаются, очень информированные обо всём. Но не знающие, что им делать и как жить. Или на развитие разума. Приведу пример. Ну допустим, ваш ребёнок пришёл из школы, вы спрашиваете, какие оценки. Открываете дневник, смотрите по такому-то предмету, по математику, там плохая оценка. Там, допустим, по биологии плохая оценка. Вы говорите, всё, садитесь, учи биологию, математику. А, допустим, по литературе хорошая оценка. Он говорит, ну литературу не надо учить, потому что у тебя хорошая оценка. Лечи биологию, математику. Всё. Это означает, что вы не развиваете его разум. То есть вы делаете из него человека, который будет хорошо эрудированным, но ни за что не поймёт, чем в жизни заниматься. Потому что там, где хорошие оценки, там и находится предназначение человека. Там находится его разум. И поэтому этот ребёнок должен больше в часть времени заниматься тем предметом, который у него получается. А всё остальное надо делать понемножку. И получать там плохие отметки. Продолжать. И при этом как бы развиваться в ту сторону, где у тебя получается. И тогда это развитие идёт по типу горы. То есть есть вершина. Это твоё предназначение. Это твой цветок. Допустим, ты розовый цветок. Жёлтым никогда не станешь. Сколько бы ты ни учил математику и биологию, ты никогда не сможешь там стать хорошим специалистом. Это всё у тебя будет забываться. Ты не мотивирован этим всем. У тебя нет там совершенно понимания, зачем тебе это надо в жизни. И в результате, когда подтягивается биология и математика, человек из стрелы превращается в такую тупую плоскость. Он много чего знает, но у него главное в жизни нет. Он срезает эту вершину. В результате, как бы, это почему опять же такое развитие получается? Потому что мотивации родителей тоже разные. Одни родители хотят понять, что ребёнок хочет, что ему надо в жизни, что он хочет. А другие пытаются делать так, как они хотят. Они хотят, чтобы все хвали ребёнка, естественно. Чтобы он был отличником. Ну, даже в глаза педагогам как бы стыдно смотреть. Понимаете? А другие говорят, да мне всё равно стыдно мне смотреть или нет. Я хочу, чтобы мой ребёнок раскрылся в том, в чём он должен раскрыться. Всё. И идёт конфликт даже с преподавателями таких родителей. Понимаете? Ну, то есть, и больше того, если уж говорить о развитии предназначения, надо знать, что там, где человек раскрывается, он должен ещё туда, там, бескорыстным стать. Родители должны его вдохновлять на то, чтобы он в этом себя отдавал людям. А он как раз и склонен в этом себя отдавать людям. Ну, допустим, ему нравится литература, допустим. Ему говорят, а почему ты не пишешь стихи, а напиши стихи, прославляющие преподавателя, допустим, и так далее. И понеслась. А это как раз и то, что он уже делал много жизней до этого. И он начинает действовать согласно своей природе уже с детства, такой ребёнок. А когда его заставляют другие предметы учить и не направляют, и чисто для отметки, то есть, ты не парься, какие стихи, зачем тебе стихи писать. Пятёрку получил? Всё. Гуляй. Иди гуляй. Всё. Пятёрку получил? Гуляй. То есть, мотивация какая идёт, корыстная. То есть, даже пусть по литературе. То есть, его надо, наоборот, от пятёрок убирать в сторону, а направлять на то, что раскроет его творческий потенциал, чтобы он что-то для людей делал в этой области. Я страшно сопротивлялся в институте. По своей природе, такой человек очень упрямый. В основном, делаю то, что я сам понимаю. И в институте я не учил, не ходил на лекции. Я шёл в больницу лечить людей, студентов даже будучи. Пытался им помогать, чем мог. Вот что понимал, то и делал для людей. Подходил, спрашивал, какие проблемы, и пытался что-то делать для человека, лечить его конкретно. Понимаете, я чувствовал, что углубление в предметы, мне просто потеряет времени. Я до сих пор это чувствую. Я, например, мне не нужна фармакология, я никогда не буду назначать таблетки человеку. Я и не хотел это изучать. Я с трудом сдал эту фармакологию, на троечку вытянул. Понимаете, то есть, идея в чём заключается? В том, что не у некоторых людей есть уже с детства очень чёткая нацеленность. Они понимают, что им надо, и их не свернёшь. Допустим, одна женщина ко мне говорит, а у меня, говорит, ребёнок Олег Геннадьевич, ну вообще как бы дебил. Ну такой, вообще какой-то ненормальный. Я говорю, почему так считаете? Она говорит, да, он в школу не ходит. А чем он вообще занимается у вас? Он в сборной Москвы по хоккею. Говорю, а сколько ему лет? Оказывается, в юношескую сборную человек попал, ребёнок. Ну он просто игнорирует, как бы маму, идёт своей дорогой. Всё. Это не дебил, это гений. Ну если взять всех гениев, они очень плохо учились в школе. Посмотреть. А потом они разворачивали. Когда гора растёт, гора растёт, когда кверху. Склоны какие становятся? Более широкие. Всё, что для горы надо, всё подтягивается дальше. Всё будет изучаться, всё, что для горы надо. Если ему надо, допустим, поступить в такой-то институт, с этим связанной, а такие-то предметы, он точно их выучит 100%. Это уже мотивация воли человека идёт. Понимаете, если он понял, что ему в жизни надо, у него миссия, цель есть, она рождает у человека волю, силу воли. Если он понял, что ему надо, сила воли заставляет его дальше всё это учить. Но если ему втуляют, как бы родители, её это учить, к силе воли здесь никакой нет. Есть просто насилие. Здесь в Омске был один случай такой. Наша женщина пошла с цветами ко мне. Я говорю, стойте. И побежал к ней. Она от меня. Я говорю, вы же хотели мне цветы подарить. Она говорит, ну я же хотела сама подарить, а вы у меня их выхватываете. Я просто этим хотел показать, что вот этот процесс, что если мы насильно что-то, ну как бы, человеку делаем, то получается противоположный результат. Он не вдохновляется уже сам это делать. Если мы насильно человеком совершаем, мы вдохновение разрушаем таким образом. Итак, первой категории вот эти дети, они склонны постигать истину. Они пытаются понять, как правильно. Вот, допустим, дети в футбол играют, он смотрит, как играют, и говорит, ну это неправильно. Надо вот так вот поставить, как бы команду, вот так вот всё сделать. Мы неправильно играем в футбол. Вот, вот эта категория детей, она что бы ни делали, допустим, вот это первая категория. Вторая категория людей. Средний светофорчик сильнее всего работает. Средний. Верхний наполовину, нижний спит. Ну то есть, средний означает люди, общество. Общество. Этот человек с этой категорией, он очень сильно хочет влиять на общество. И знание ему тоже для этого нужно. То есть, его цель, ну внутренняя, глубокая цель, такая тайная цель, скрытая от него, это сделать правильную структуру социальную, сделать так, чтобы социум правильно жил. Вот такая категория. Они хотят, чтобы всё было правильно, именно как чтобы, ну как бы, чтобы никто никого не обижал, чтобы всё работало как хорошо, правильно. Но здесь, понимаете, и на первую, и на вторую, на третью, на четвёртую, четыре категории всегда может накладываться эгоизм. Допустим, на первую категорию эгоизм накладывается, человек хочет стать учёным. Он не хочет постичь истину, он хочет стать великим учёным. Его цель эгоистична по природе. Это значит, что он не сможет быть счастливым. Ну то есть он просто делает себе карьеру, или он хочет открытие какое-то сделать, чтобы было много денег. В этом случае он не достигнет счастья. То есть он может достигнуть того, что он хочет, но чтобы он в сердце счастливым был в деятельности, это уже невозможно. Потому что его предназначение в этом случае закрывается эгоизмом. Эгоизм — это такая, как, знаете, ну, как пробка в, допустим, в трубе. Её ставишь, вода уже не течёт. Ну то есть она просачивается как-то, но вот чтобы хороший поток был, невозможно. То есть эгоизм, когда мотивация не та, не бескорыстная, не любовь к людям, то движение энергии между людьми не идёт. Когда та мотивация, все счастливы становятся. Ты сделаешь хорошее что-то человеку, человек благодарен. Эта благодарность тебя вдохновляет ещё что-то сделать. Идёт энергия, движется. Но если у тебя мотивация из него что-то вытащить, из этого человека взять, он сопротивляется, энергия начинает тормозить. Ну то есть другими словами, если человек мотивирован неправильно, то его даже он может в направлении своего предназначения действовать, но при этом развиваться будет плохо. И результат будет не такой счастливый для него. Он не будет как бы сильно себя раскручивать в этой деятельности, он скорее будет притормаживать. Хотя мотивация любая заставляет человека развиваться, без всякого сомнения. И так по второй природе люди, они рождаются совсем другими. Эти дети, вот если, допустим, первой природы, вот выражение лица ребёнка, первой природы, ребёнок такой. всё изучает, смотрит. Обычно не вовлекается процесс, в стороне стоит, всё смотрит. Слушает, что происходит? Ему интересно. Второй категории дети. Очень крутые с детства. Ну, очень крутые такие. Взгляд начальника такой. С ним надо договариваться. Если первой категории надо объяснить, он говорит, что вот это вот так, вот так, вот так, поэтому вот так. Он говорит, ладно, я понял, всё. И делает так, как ему сказали. Второй категории. Никаких приказов, никаких, никакого насилия, только уважительное обращение. Дядя Фёдор. Помните мультфильм «Дядя Фёдор»? То есть уже с детства. Это вторая категория. Дядя Фёдор. Начальник главный как бы. Поэтому с ним надо обращаться очень аккуратно, уважительно. Ему объяснять, что вот это так. К совести призывать хорошо. Говорит, ну, дядя Фёдор, где же твоя совесть? Вот. И он тогда, да, согласен. Ему надо согласиться. Надо согласиться, что это так. Тогда он сам будет делать, как надо. Взгляд очень сильный, волевой, непреклонный. Глаза не отводят эти. Вот эти две категории детей. Глаза и взгляд не отводят. Первая категория. Они смотрят, изучают. Взгляд не отводят. Вторая. Они побеждают взглядом. Ты смотришь на это время? Он тебя хочет пересмотреть, он побеждает. С самого детства. Ну, то есть, дети второй категории, они в играх во всех всегда занимают, всегда вверх, пытаются занять вверх. Если два ребёнка этой категории в одной игре, то начинается война между ними. Кто побеждает, тот и главный. А второй или подчиняется, и становится его адъютантом, тоже всем, как бы над всеми командует, но уже вдвоём. Или создаёт другую тусовку и сражается с этой. То есть, они всегда, как бы, вот эти второй категории люди, они всегда управляют, и это управляющие люди, которые управляют обществом, у них очень сильные амбиции. Амбиция означает чувство собственного достоинства или амбиции. Это то, что дано человеку с прошлых жизней. Если человек сильно амбиции чувствует, он как бы хочет добиться чего-то в жизни, это значит, что он в прошлом когда-то уже этого добивался. Если человек не просто не удовлетворён тем, что все, как все живут, а хочет как-то по-другому, значит, он в прошлом уже это имел. Ну, то есть, у него уже есть, как бы, почему. Эта память, она живёт. И амбиции, они не зря возникают у человека в жизни. Хоть амбиции — это эгоизм, но, тем не менее, они сотканы из благочестия человека, из его добрых дел в прошлом, амбиции человека сотканы из-за этого. Допустим, поддубный он никогда не проигрывал, знаете? Один раз он в жизни просто и так сделали, его как бы обманули, и засудили ему поражение в борьбе. В результате он на время потерял рассудок. Он перестал воспринимать окружающий мир. То есть, это исторический факт. Причина — он просто не мог проигрывать. Он не мог быть побеждённым, просто не мог. Такова его, как бы, внутренняя сила. Таковы его амбиции. Всегда только побеждал. Никогда не проигрывал этот человек. Он до 50 лет занимался борьбой. И даже с молодыми никогда никто не мог его победить. Нигде. Невозможно было. Почему? Потому что такова его природа. Природа его амбиции. То есть, у него огромная сила внутренней, чувство, собственно, достоинства такой силы, что никто не может его победить. Ярко выраженная вот эта категория вторая. Суворов точно так же никогда не проигрывал. Наполеон никогда не проигрывал. Знаете об этом? Даже когда он отступал, ни одно сражение он не проиграл, Наполеон. Все сражения выигрывал. Даже когда он отступал. Никто не мог его победить. Александр Македонский. То же самое. Ну, то есть, как бы вот эти люди второй категории, их естественные качества, характеры. Храбрость, бесстрашие. Ничего не боятся. Кирпич взял, бросил ребенок. Представляете, ничего не боятся вообще. В него кирпич лечит, он нормально. Допустим, ему ударил кирпич, тоже нормально. Они не боятся боли, дети этой категории. Все равно, больно или нет, они не боятся боли. Не боятся боли, не боятся, ну, храбрость. И у девочек, кстати, у мальчиков эта категория. Храбрость. Потом девочки, когда взрослеют, половый гормон начинают храбро задавливать. А до 12 лет, это категория второй. Девочки, мальчики, бесстрашные. Это их естественное свойство быть бесстрашными. Вот это второй категории, дети. Только они, кстати, все остальные боятся. А вот эта категория, бесстрашность, это признак вот этой второй категории. Дальше гневливость или сильное чувство справедливости. Именно не как правильно, как в первой категории, а как я хочу. Надо, чтобы так вот было все. Неважно, правильно или нет, вот так вот делайте, как я хочу. Правильно, это уже другой вопрос или неправильно. Ему, конечно, тоже он хочет понять, как правильно. То есть, эти люди вот этой вот категории, они также очень сильно склонны изучать, как социум устроен. Они очень изучают социальные связи, законы. Они очень сильно склонны к социальному поведению. Они природно чувствуют, как вести себя достойно. Они всегда соблюдают этикет в беседе. Стараются вести себя культурно. Они очень сильно нацелены на то, чтобы быть, как бы, в элите общества и вести себя правильно. Такие люди изучают юриспуденцию обычно по природе, изучают, как все работает, какие законы, какие правила. Вот, если они хотят власти, а у них природное желание власти, и это желание власти сильнее, чем желание служить людям, они становятся несчастными, но достигают высокого положения. То есть, они могут быть там начальством, правительством, но при этом счастья не будет нигде. Потому что счастья такие люди достигают, если они становятся отцом для всех, заботятся о людях, помогают им в жизни, следят. И при этом это не отменяет то, что они могут защищать всех, могут, как бы, сражаться. То есть, не отменяет их силу, власть. Они наказывать могут людей правильно. То есть, достойно наказывать не насилие, совершая над ними, а достойно наказывать. Они себя старшими считают с самого рождения. Вот эти две категории людей себя старшими считают с самого рождения. Такая их природа, такие амбиции. Я не помню, мама мне рассказывала, что в детстве, когда мне было 3,5 года, мы ждали автобуса. Там была остановка, такой городок, уральский небольшой. Я там жил, Серов город, такой северный небольшой городок. Там редко ходили автобусы, мы стояли на остановке, и там еще стояла телега какая-то. Много людей ждало автобус. Мама меня поставила на телегу, я начал рассказывать стихи. Ну, такой деловой, рассказываю стихи. Целый час рассказывал стихи, все меня окружили. Слушай, я рассказывал. Природа так и начала действовать уже в 3 года. Ну, то есть, природу никуда не денешь. Вот она какая есть у человека, такая есть. Но она, мы можем не раскрыть ее в результате неправильного образования. И если человек сам не развивается как личность, тогда он не раскроет природу. Потому что природа человека в разуме находится. Это означает работа над собой. Разум развивается, когда человек работает над собой. Так, следующий в категории людей, это когда первый центр, вот этот верхний заснул, средний самый сильный и нижний наполовину сильный. Это значит, что человек хочет, тоже, ну, как бы, его цель социум, он хочет социум, чтобы был наполненным, чтобы социум получил счастье. Но если первая категория считает, что людям нужно знание, вторая категория считает, что людям нужно нормальная жизнь, нормальное управление, чтобы все правильно было, законы правильные, хорошо, чтобы все было, то третья категория людей считает, что людям нужно, чтобы они жили в достатке, чтобы у них все процветало. То есть их идея счастья людей, это процветание, достаток, процветание. То есть первые это ученые, второе руководители, третьи бизнесмены. Третья категория это люди, которые с детства, они рождаются уже такими. У них взгляд, как бы, как они выглядят, такие дети, допустим, бизнесмены, как они выглядят. Они выглядят такими очень активными, жизнерадостными и увлеченными отношениями. Им нравится знакомиться, общаться и так далее. То есть они очень гиперактивные в социальном плане. То есть такие дети очень, как бы, они такие, они как бы ищут отношения, знакомятся быстро. Щедрые в отношениях могут что-то для тебя сделать, очень хорошие такое, щедрые в отношениях. Но всегда они что-то коллекционируют. Они могут коллекционировать отношения, марки, значки. Всегда все эти три категории людей хотят быть центром внимания. Один всем рассказывает, как правильно, второй всеми командует, третий, создают ватагу для того, чтобы что-то провернуть. Ну, все эти дети, которые там постоянно шалят, как бы, вот это вот, создают какие-то ситуации во дворе, ну, сложные. Это третья категория. У них от природы они дипломаты, то есть они могут договариваться со всеми. Они хитрые от природы, они знают точно, что им надо. Они знают, как всем объяснить, что и как извлечь из этого свое. Вот, то есть они как бы очень активные, общительные, хитрые и при этом щедрые. Они могут также не только брать, но также и отдавать. То есть через них очень сильно идут деньги через этих людей. То есть их природа — это движение денег. То есть движение означает, что я отдаю, все радуются мне и дают мне назад. То есть они благодарны и дают мне назад, а я опять им отдаю. И при этом знаю, сколько мне нужно, чтобы чуть побольше, чтобы дальше двигать этим всем. Какой недостаток жадности? Если они становятся жадными, они теряют себя, теряют бизнес, как бы все рушат. И обман, жадность и обман. Вот эти две вещи разрушают человека этой категории. Четвертая категория. Нижний светофорчик самый активный, средний наполовину, верхний молчит. То есть нижний светофорчик означает, цель жизни — это любить свой труд. Но это называются творческие люди. То есть люди, которые хотят делать любимое дело, что-то, чтобы это всем другим было. Это, допустим, Микеланджело, который там статуи делал красивые для всех. Это Пушкин, который стихи писал, как бы занимался любимым делом, всем нравилось. Это могут быть, допустим, врачи, которые любят лечить людей, допустим. То есть любые специальности. Смотрите, врач, допустим, первая категория — это кто? Это преподаватель кафедры. Он учит, как лечить. Вторая категория — управляющий. Кто это? Это главврач. Третья категория — это аптекарь, тот, кто продает лекарства, бизнесом занимается, сетевой маркетинг. Вот. И четвертая категория — это все врачи, которые лечат просто людей, занимаются любимым делом, помогают людям. Вот. Есть такое, как бы, суеверие, что первая категория самая лучшая, вторая на втором месте, третья и четвертая самая плохая. Это бред. Все эти категории очень хорошие, все они самые лучшие. Кто из них может занимать самое высокое положение в обществе? Самое высокое положение в обществе может занимать любой из них, если он сильно развит. Допустим, врач, если развивается, становится мудрецом, становится наставником для всех, он занимает самое высокое положение в обществе. Понимаете? Ну, допустим, он всю жизнь лечил людей, он там не зарабатывал, он сетевой маркетинг не строил, не командовал никем, ну, как бы, книжки не писал по медицине. Просто лечил людей, стал мудрым человеком, начал, стал наставником. Все. Занял самое высокое положение в обществе. Но если уж говорить о общественном устройстве, то лучше всего, если самое высокое положение в нем займут священники или мудрецы, те, которые дают другим советы, как жить. На втором месте должны быть правители, на третьем бизнесмены и на четвертом все остальные, которые хотят просто с радостью, с любовью трудиться. Если говорить не о их личном развитии, а о том, где они в социальной площадке должны стоять, в социуме, где они должны быть для эффективности работы самого общества. Опять же, допустим, взять правителей. Солдат — это правитель или нет, который всю жизнь просто хочет сражаться за Родину. Правитель? Да. Да. Да, я вам говорю. Я уже говорю, да. Да, то есть это правитель просто, он не так развит. Милиционер простой на дороге. Тоже, это из же категории правителей. Понимаете? Парикмахер, который постоянно всем рассказывает о том, как правильно жить. Это ученые по природе. Но это люди просто неразвитые, понимаете? То есть есть разные силы благочестия у людей. Если благочестия очень много, то человек становится ломоносовым. То есть ученым, который возглавляет науку вообще в этом мире. Понимаете? А если благочестия мало, он как бы может не так много жизни уже этому посвятил. То тогда он просто парикмахер, который учит людей жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть ученый — это не означает, что он будет только ученым. Он может быть кем угодно, любая специальность. Просто все зависит от развития. Допустим, директор завода и солдат простой — это одна и та же категория людей. Они все занимаются устройством общества, участвуют в управлении, защищают Родину. Это все одна категория людей. Разница в развитии человека, в развитии. Одни развиты сильнее, другие меньше. Можно ли парикмахеру развиться до Ломоносова за одну жизнь? Невозможно. Невозможно. Это зависит от количества благочестия. Оно сразу сравнивается с озером. Вот в сердце у каждого человека свое озеро. Это озеро благочестия. Если сильное с детства, человек с детства уже лидер. Видно по нему, что это лидер. В древней культуре распознавали очень быстро лидеров. Их выделяли и давали им другое образование. Этих детей сразу видно. Они очень сильно отличаются от всех. Даже внешне. От них исходит сила. Вот если, допустим, сюда сейчас зайдет на лекцию человек, у которого очень много благочестия, он по природе руководитель. Он зайдет сюда и все пригнутся сразу. Даже те, которые его не видят. Ну то есть у него одна огромная сила власти. То есть он зайдет посмотреть, что здесь такое происходит. Даже, может быть, он не имеет никакого положения в Омске. Он просто зайдет и все пригнутся. Потому что такова сила исходит от этого человека. Ну просто я вам как бы говорю о том, что эти люди видны. Они с самого детства. Поэтому в древней культуре их отсеивали и как бы особое образование давали, более серьезное, чтобы они потом лидерами общества стали. Невозможно человеку просто стать лидером общества, если у него это озеро при рождении маленькое. Он может в какой-то степени его расширить в течение, допустим, жизни. Но чтобы прямо сделать так его таким большим, чтобы взлететь наверх, это нереально. Невозможно просто. У каждого человека есть свои возможности в жизни. У кого-то меньше, у кого-то больше. Все зависит от его прошлых накоплений, которые были в его прошлой жизни. Третья категория. Люди по природе, если они развитые, то они склонны очень сильно увлекающейся натурой. Четвертой. Склонны заниматься любимой деятельностью. Они по природе склонны подчиняться. То есть они не сильно амбиции свои какие-то там. Они как бы им дают возможность любимым делом заниматься и все. Они никого не трогают. Их никто не трогает. Они очень сильно увлечены делом своим. Социальные. Они не любят сильно каких-то социальных высот каких-то. Им не нравится. Они скромные по природе люди. Они склонны подчиняться, склонны любимым делом заниматься. И как бы для них эта мотивация, вот эти две мотивации являются самыми главными. Они трудолюбивые люди по природе.